Уверенность в Божьих обетованиях От Луки, 1 глава, с 18 по 25 стих И сказал Захария ангелу Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных Ангел сказал ему в ответ Я Гавриил, предстоящий пред Богом И послан говорить с тобою и благовестить тебе сие И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности Говорить до того дня, как это сбудется За то, что ты не поверил словам моим Которые сбудутся в свое время Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме Он же, выйдя, не мог говорить к ним И они поняли, что он видел видение в храме И он объяснялся с ними знаками и оставался нем А когда окончились дни службы его Возвратился в дом свой После сих дней зачала Елисавета, жена его И таилась пять месяцев, и говорила Так сотворил мне Господь во дни сии В которые призрел на меня Чтобы снять с меня поношение между людьми Размышления, часть первая Сомнения с Захарией От Луки, первая глава, с 18 по 21 стих Как бы на месте Захарии поступили вы? Может быть, вам кажется, что вы никогда бы не усомнились в словах ангела, посланного Богом? Но когда Бог обещает нам что-то Что мы считаем невозможным Разве наша первая реакция не сомнение? Мы тщательно просчитываем, насколько это реально И не спешим поверить Ему Потому что боимся обрести надежду А затем разочароваться Но Бог справляется с ситуацией, доказывая Что даже в немыслимых обстоятельствах На него можно полностью положиться Когда Он что-то обещает То обязательно это исполняет Вспомните тех, кому вы полностью доверяете Иногда несовершенным людям Мы доверяем больше, чем совершенному Богу Как можно научиться полностью доверять Богу Размышления, часть 2 Исполнение Божьего обещания От Луки, 1 глава, с 22 по 25 стих Елисавета вскоре зачинает ребенка Это история Сары, Анны и даже Марии Бог отверзает чрево и дает дар В новой жизни Для Елисаветы это становится Особым благословением Потому что Бог слышит ее молитвы И снимает с нее поношение Но отвеченная молитва Елисаветы Это огромное благословение Не только для нее Но и для всего человечества Ребенок, которого она носит Сыграет центральную роль В исполнении Божьего искупительного плана Приготовив путь к Господу и Спасителю Бог действует и на личном уровне И в масштабах мира Он участвует в жизни своего народа И дает нам возможность Принять участие в его труде Как Бог отвечает на ваши личные молитвы Как его движение в вашей личной жизни Отражается на общей картине происходящего Молитва Бог, ты благой Отец Ты изрек на мою жизнь Свои благие обетования И я знаю, что ты исполнишь Каждое из них Дай мне веру В твои слова И помоги ежедневно Возрастать в познании тебя Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому